Всем привет! В этом выпуске мы глубже разберем то, как работает сервер на Node.js и познакомимся с LibUV, библиотекой, которая написана на C и встроена в Node.js. Именно LibUV является сердцем сервера. LibUV обеспечивает, во-первых, все операции ввода-вывода, и во-вторых, так называемый главный событийный цикл Node.js. Оказывается, любой скрипт, который мы запускаем при помощи Node.js, выполняется в режиме цикла. Этот цикл чередует выполнение JavaScript с ожиданием различных событий, таких как, например, приход данных по операциям ввода-вывода или срабатывание таймеров. При этом за JavaScript отвечает виртуальная машина V8, а за выполнение асинхронных и при этом кроссплатформенных операций ввода-вывода, за таймеры, за общую поддержку этого цикла отвечает библиотека LibUV. Этот цикл поддерживает выполнение скрипта до тех пор, пока есть какие-то задачи. Что такое задача? Если смотреть логически, то задача это нечто, что может потребовать дальнейшей реакции JavaScript. Например, мы начали чтение из файла, соответственно, пока мы его не завершили, это задача, которая будет вызывать дальнейшее выполнение этого цикла. Или если мы повесили сервер слушать соединение на определенном порту, то это тоже задача, и пока сервер слушает соединение, цикл тоже будет продолжаться. Если же сервер убрать с этого порта, то задача исчезнет. Когда исчезнут все задачи, то прекратит выполнение цикл. В техническом же смысле, задача это просто обработчик какого-то, как правило, внутреннего события. Например, события соединения на данный порт. Или события, данные просчитаны из файла. Пока есть обработчики, синтересованные в этих событиях, скрипт продолжает работать. Как только они закончились, скрипт тоже завершается. Давайте посмотрим, как это работает в приложении конкретной реализации сервера. Когда мы запускаем этот скрипт при помощи Node.js, то первым делом, конечно, срабатывает JavaScript. Этот JavaScript подключает вот этот модуль, создает объект сервера, и дальше запускается команда Listen. И это уже не просто JavaScript, а операция ввода-вывода. Поэтому для ее выполнения, внутри Node.js вызывается соответствующая команда в библиотеке LibUV, которая называется, кстати, очень похоже, UVListen. И эта команда, как и большинство, асинхронна. То есть команда инициирует эту операцию, но результат ее мы можем получить не сейчас, а при следующей итерации цикла, когда в следующий раз будет выполняться JavaScript. Как правило, для этого ставится обработчик. Небольшой вопрос на понимание. Если я добавлю здесь к концу log running, то какой концу log будет выведен первым? Всегда ли порядок одинаковый? Как вы полагаете? Конечно же, running будет первым, и так будет всегда. Node.js устроен так, что если уж функция асинхронна, то она точно асинхронна. Node.js гарантирует нам, что вот этот асинхронный вызов будет обязательно на следующей итерации цикла JavaScript. Обратим внимание еще вот на какой момент. Именно вызов Listen является тем, что будет держать процесс Node.js активным, потому что вызов Listen вешает внутренний обработчик на событие соединений на этом порту. Как только я уберу этот обработчик и все соединения будут закрыты, процесс закончит свою работу. Например, запускаю. О, процесс завершился. Впрочем, иногда бывает так, что некоторые второстепенные задачи не должны тормозить завершение процесса. Например, я хочу поставить такой сайт интервал, который будет каждую секунду выводить текущее состояние памяти. Если я сейчас запущу этот скрипт, то мы увидим, что он продолжает и продолжает и продолжает свою работу, несмотря на то, что сервер уже завершился. Остановлю его. Что делать? Очевидно, такое получилось потому, что у Node.js есть таймер, который служит таким блокером. Пока этот таймер жив, пока он слушает внутренние события, тот цикл будет продолжаться. Можно, конечно, сделать склер интервал этого таймера при закрытии сервера. Это сработает, с одной стороны. С другой стороны, это архитектурно неверно. Потому что вполне возможно, что есть сейчас или будут в будущем добавлены какие-то другие задачи, кроме этого сервера, которые будут держать процесс открытым. И при которых как раз не нужно убирать этот сет интервал. Специально для решения этой проблемы предусмотрен в Node.js специальный вызов. Для этого нам понадобится объект таймера. Обратим внимание, что в браузере обычно таймер это некоторый идентификатор. Обычно это целое число какое-то. А в Node.js это объект. И у него есть метод специальный unref. Этот вызов unref делает так, что данный таймер не будет препятствовать завершению процесса. Запускаю. О, процесс нормально завершился. Метод unref есть не только у таймеров. Если вы взглянете в документацию, то вы также найдете его у объекта сервер, или у объекта сокет, который используется для управления сетевым соединением. Кроме того, он есть у процессов. Таким образом, всегда можно создавать второстепенные процессы соединения, которые не будут препятствовать завершению основного цикла Node.js. Теперь поговорим о том, как далее работает сервер. После того, как JavaScript выполнился, необходимые обработчики назначены, процесс Node.js переходит в состояние спячки. Когда приходит соединение на данный порт, то сначала происходит внутреннее событие LibUV, которое встроенными модулями Node.js постепенно трансформируется в событие для данного объекта сервер. Сначала connection на соединение, затем request на HTTP запрос. Далее в строй вступает эта функция, которая, предположим, пришла сюда. Для отправки запроса в базу, dbQuery вызовет соответствующую функцию работы с сетью Node.js. Node.js внутри себя вызовет функцию LibUV, а LibUV, в свою очередь, вызовет соответствующую функцию операционной системы. Какую именно функцию или какой именно набор функций, это вообще дело LibUV нас никак не касается. Именно операционная система является той самой конечной инстанцией, которая обеспечивает асинхронное выполнение такого рода задач. Дальше выполнение завершается, и процесс снова переходит в состояние ожидания. Из этого состояния его, как правило, выведут два события. Либо поступил новый запрос, либо поступил ответ от базы данных, который вызывает срабатывание сначала обработчиков внутри LibUV, потом, в конечном счете, выполнение этой функции, и она уже отвечает на рез. При этом рез, то есть объект ответа, берется из замыкания. Это означает, что путаницы никогда не будет. Именно те объекты запроса и ответа, которые изначально пришли в функцию, будут использованы внутри вот этого коллбека. Ответим мы на другой вопрос. Любые ли операции мы можем делать асинхронно? Конечно же, не любые. Мы можем делать только те, для которых существует асинхронная обертка, которая делегирует их, в конечном счете, операционной системе. То есть, в первую очередь, это операции с файлами, операции с сетью, это некоторые операции с процессами, но это не вычислительные задачи. Например, если дата – это какой-то большой текст, и нужно вызвать для него JSON-Parse, то пока этот JSON-Parse не отработает, процесс Node.js будет занят и не сможет обработать какие-то другие события, будь то ответ от базы данных, новый клиент или что-либо еще. Вообще говоря, в реальной жизни подобного рода проблемы возникают редко, потому что обычно Node.js используется там, где есть большое количество операций ввода-вывода, а вычислений не так уж много. Но что делать, если проблема все-таки возникла? Ведь даже однократное выполнение тяжелой операции, которая занимает 10 секунд, полностью парализует весь Node.js процесс, и 10 секунд все клиенты будут ждать. Чтобы такого не происходило, как правило, применяют одно из трех решений. Первое решение заключается в том, что запускается несколько процессов Node.js, например, при помощи встроенного модуля Cluster. Соответственно, входящий запрос распределяется по этим процессам, и если какой-то из них задумывался, то ничего страшного. Причем, обратите внимание, если у процессора, например, 8 ядер, то Node.js, запущенный в режиме 1 процесс, 1 поток, не сможет использовать их все одновременно. А если запустить много процессов в Node.js, можно организовать коммуникацию между ними, и использовать мощь процессора на всю катушку. Другое возможное решение состоит в том, чтобы вынести эти тяжелые вычисления отсюда вообще, и организовать, например, отдельный сервер, который будет ими заниматься. И этот сервер может быть, например, на другой платформе. Соответственно, нода будет делать запрос к этому серверу, передавать данные и получать результат. А вычисления будут делаться где-то еще. И, наконец, третий вариант состоит в том, что если тяжелые вычисления возникают эпизодически, то можно попробовать разбить их на части при помощи функции SetImmediate, которую мы рассмотрим несколько позже. Итак, мы рассмотрели, как работает основной событийный цикл Node.js. Он поддерживает функционирование процесса, пока есть какие-то обработчики на ряд внутренних событий. Например, соединение, срабатывание таймера, или что-то еще. При этом, если какие-то обработчики являются второстепенными, то можно указать, что такой обработчик не должен задерживать завершение процесса, вызовав метода Unref. Этот цикл чередует выполнение JavaScript с ожиданием событий, ввода-вывода, таймеров и т.д. При этом важно иметь в виду, что события обрабатываются последовательно. Вообще все работает строго последовательно. То есть, в частности, не может быть так, что JavaScript выполняется в несколько потоков одновременно. Например, возникло событие, оно обрабатывается с JavaScript-ом. Если JavaScript вдруг задерживается и возникло много других событий в это время, тогда они все скапливаются и ожидают обработки. JavaScript заканчивается, берет следующее событие, обрабатывает его. И так по циклу. При этом, если JavaScript большой, тяжелый, если много вычислений, то может получиться так, что события скапливаются здесь. И это действительно проблема. Чтобы ее решить, необходимо либо сделать много процессов в Node.js, либо вынести тяжелые вычисления на отдельный сервер, или в дочерний процесс, либо разбить большое вычисление на части при помощи Set Immediate, которое мы изучим чуть позже.